Мусорная реформа Мусорная реформа Дмитрий Клещев, экономист Дмитрий, здравствуйте Добрый день Спасибо большое, что согласились пообсуждать Тема действительно, она обсуждается два года фактически То есть проблемы до сих пор остаются Ожидаемо, что 700 миллионов регоператор получит? Увы, да Потому что пока мы видим, что деятельность, связанная со сбором денежных средств Ну, очень плохо идет И показатели довольно низкие То есть степень подготовки Ну и мы уже не раз с вами об этом говорили Пока нам кажется недостаточными Отсюда и результат Что ждем? Ну сразу, наверное, вопрос от 2021 года Ну, все будет зависеть от работы регионального оператора в следующем году От той поддержки, которой будут оказывать в том числе и муниципальное образование Для того, чтобы обеспечить более эффективную систему сбора средств Если те цели, которые сейчас озвучиваются, в том числе и властью, будут так или иначе реализовываться Конечно же, мы увидим, ну, картину лучше, чем сейчас Но говорить о том, что будет достаточно тарифа и соответствующего объема денежных средств Которые есть сейчас для того, чтобы осуществлять деятельность безубыточную Пока рано В том числе и в 2021 году То есть 2020 год, он будет, как вы уже говорили, да Там, показательным Ну, 2019-й уже, конечно же, показательный И мы видим, что далеко не все получается Что качество подготовки могло быть лучше Но, увы, что есть, то есть И сейчас только вопрос в том, насколько выводы будут сделаны из этого периода И какие будут произведены изменения для того, чтобы в следующем году эту ситуацию переломить Что самое главное-то остается? Проблема недосбора все-таки То есть платежей То есть это ключевое для Пермского края Мы говорим о том, что комплекс проблем, он действительно универсальный Но он присутствует везде Если говорить о том, что сейчас идут субсидии на деятельность регионального оператора То, естественно, субсидии, они идут только из-за того, что очень низкий сбор Что качество администрирования тех платежей, которые должны было быть продемонстрировано с первого дня Как высокое, да Сейчас составляет желать лучшего до сих пор Если это администрирование будет настроено, то есть высокие шансы на то, что количество денежных средств, необходимых для того, чтобы обеспечивать деятельность этого регионального оператора Оно, конечно же, будет меньше Ну, то есть дырка, так называемая, кассовый разрыв будет меньше Ну, он всегда будет, да Он будет, но если все хорошо, то он может быть существенно меньше 10% и, условно говоря, восприниматься как несущественный Десятки миллионов, на которых может кредит какой-то краткосрочный Как минимум, да, как минимум можно будет понять, за счет каких решений, связанных с оптимизацией этой деятельности, закрыть в том числе и такие небольшие разрывы Если же мы говорим о сегодняшней ситуации, то, конечно, это не закрыть, потому что пока эта дыра превышает практически равна половине бюджета регионального оператора на целый год Сейчас объем кассовых вот этих разрывов регионального оператора сколько уже может составлять по предварительному оценку? Ну, вот смотрите, то есть мы говорим о том, что он уже получил один миллиард и, скорее всего, этот миллиард уже довольно растворился И вполне возможно, что до конца года могут быть еще кассовые разрывы и, скорее всего, мы увидим ситуацию, когда сумма, она будет востребована в начале года Не будем ждать, а, как говорится, получим там в январе-феврале эту субсидию для того, чтобы закрыть начало года, как наиболее сложный этап А если мы вообще, ну, все ждали эту, да, так сказать, не знаю, проблему, да, то есть и в других регионах в том числе, да, есть похожие регионы на Пермские края? Практически нет, да, практически нет, по причине того, что у нас один из немногих субъектов, который выбрал одну зону То есть большинство субъектов, они выбирают несколько зон И несколько операторов, то есть, да? Ну, и, соответственно, на территории субъекта действует несколько операторов И второе, довольно ограниченное количество субъектов, где региональный оператор – это компания под контрольное государство Поэтому мы говорим о том, что у нас ситуация, ну, может быть сравнима только с Севастополем, по-хорошему, потому что именно в Севастополе государственная компания И точно так же один город, ну, грубо говоря, один оператор Они с теми же проблемами столкнулись? Все столкнулись примерно с одинаковыми проблемами Единственный плюс нашей ситуации в том, что бюджет и в данном случае исполнительная власть взяли на себя ответственность за эту реформу И поэтому, несмотря на то, что есть пробуксовки и проблемы, мы в любом случае идем И важно понимать еще один момент, что на сегодняшний момент законодательство, которое действует на территории Российской Федерации Это в первую очередь 89-й федеральный закон Оно создало условия таким образом, что в случае, если разоряется региональный оператор То дальше субъект имеет право самостоятельно выбрать того, кто будет осуществлять деятельность, как говорится, на его останках То есть частная компания какая-то? Ну, например, нет, просто другая какая-то структура, которую уже без конкурса субъект может выбрать на тот период, когда необходимо обеспечить бесперебойность Ну и в нашем случае получается, что даже если по каким-то причинам чисто фантастический региональный оператор разорится То в любом случае субъект, скорее всего, выберет ту же самую структуру и позволит ей осуществлять деятельность дальше Поэтому у нас вариантов нет Естественно, та степень поддержки, которая сейчас идет, она неизбежная И региональный оператор будет осуществлять деятельность Да, что-то изменит, по крайней мере, в системе сбора и в размере кассового разрыва Новая схема, по которой будут не с квадратного метра, а с человека Ну, еще раз, значит, мы говорим о том, что сейчас основная проблема это не механизм расчета Или даже не размер этого тарифа, потому что он как бы определен государством И есть соответствующая формула, которую сильно не поменяешь А именно администрирование Поэтому, как вы, братцы, не садитесь То есть в любом случае нам нужно будет заниматься тем, что своевременно рассылать все необходимые документы Заключать все необходимые соглашения и соответствующим образом собирать все те денежные средства, которые в этой системе есть Кому это сейчас на плечи ложится? Ну, понятно, региональному оператору, то есть это в территориях вопрос больше нужен, активно в территориях? Ну, первое, значит, региональный оператор должен, естественно, выстроить работу так, чтобы в том числе и в территориях были соответствующие инструменты воздействия То есть соответствующие колл-центры, необходимые услуги, офисы, куда можно было прийти оплатить Или какие-то партнеры, которые это делают То есть чем более развернутая и более, соответственно, существенная система сбора и обслуживания клиентов будет создана региональным операторам Тем выше вероятность того, что мы ближе и быстрее подойдем к стопроцентной собираемости Ну и, соответственно, вот эти вот меры по повышению собираемости нужно сейчас на кого направить? Больше на юрлиц, да? Потому что мы слышали вот эту историю Ну, конечно же, да, конечно же, то есть у нас сейчас достаточно существенный провал именно в части с юридическими лицами взаимоотношения Выстраивание взаимоотношений, но при этом нужно не забывать, что население, по крайней мере, сейчас тоже далеко не стопроцентно охвачено системой и сбора И, соответственно, выставление счетов и предоставление необходимых документов для оплаты Как было вот с фондом капремонта, да, тоже в начале? Абсолютно, это самая ситуация, да Ну, то есть фонд капремонта вышел, ну, на такую более-менее историю, на третий-четвертый год, да? То есть здесь можем быть похожим Ну, лучше, конечно, чтобы мы это делали быстрее, тем более у нас фонд капремонта был раньше, и мы понимали прекрасно, соответственно, с чем мы столкнемся Тем более, что здесь все-таки задача масштабнее, естественно, чем просто фонд капремонта, потому что захватываются все и юридические лица, и те, кто проживает в индивидуальных домах То есть это вся территория Пермского края, а не только многоквартирные дома Но, так или иначе, да, нужно делать так, чтобы мы все-таки этот период прошли максимально быстро, иначе эта ситуация будет сохраняться Да, ну и последний вопрос, он, может быть, немного не к этой теме, но тем не менее, когда тариф изначально принимался, говорилось, что там инвестсоставляющей в нем нет, да, и, соответственно, затем на это тоже средства могут понадобиться И тут тоже, да, два пути, либо там тариф поднимать, инвестсоставляющий добавлять на развитие там полигонов и так далее, всей этой инфраструктуры, либо, опять же, просить деньги из бюджета Ну, однозначно, я думаю, что бюджет будет очень болезненно относиться к тому, чтобы передавать деньги, в том числе на это, особенно если инвестиции будут в первую очередь частными операторами осуществляться, но нужно понимать, что пока мы довольно много не дорабатываем, то есть у нас есть возможность привлекать федеральные деньги, которые в этой системе есть, да, но Пермский край не лидер среди тех субъектов, который подготовил необходимую инфраструктуру для получения инвестиций и для более быстрой и более качественной трансформации отрасли Субтитры создавал DimaTorzok